Здравствуйте, друзья! Это канал Веселый Инженер. Меня зовут Андрей и я продолжаю радовать вас интересными видео из области машиностроения, металлобработки и вообще технического мира. Сегодняшняя тема это 3D сканеры, их возможности и применение в производстве. Я думаю, что тема достаточно интересна. Данное измерение еще очень-очень свежо и очень много нового еще производится в этой, так сказать, сфере метрологии. Поехали! Итак, что же такое 3D сканеры? Вы, наверное, видели такие вот аппараты, да? Ну, навряд ли кто-то видел их вживую, а если кто-то видел, жду комментарий, где видели, очень интересно, потому что я один раз в жизни сталкивался с таким вот 3D сканером и, в принципе, впечатление достаточно положительное. А вообще, 3D сканеры обеспечат бесконтактное измерение геометрических параметров деталей. Обычно такие сканеры применяют для измерения линейных размеров. Также можно с помощью 3D сканера измерить координаты центров отверстий и их диаметров, или, проще говоря, расположение, позиционирование отверстий относительно друг друга, углов между гранями и ребрами. То есть, в принципе, можно охватить весь комплекс метрологических каких-то моментов, то есть, измерение, в принципе, любых деталей, даже самых сложной формы с помощью такого агрегата, как 3D сканер. Итак, где же применяют 3D сканеры? Достаточно интересно. Вот видите, какой агрегат? Это уже достаточно новые модели, и они применяются не так часто. Они применяются в производстве, где производят какие-то крупногабаритные детали, которые нужно, в принципе, сделать достаточно точную модель. А вообще, применяются 3D сканеры в массовом производстве, требующие сквозного входного и выходного контроля, и как следствие большого числа измерений. То есть, если массовое производство, вы сами себе представляете, как можно вручную все перемирить. Конечно, на, так сказать, наших постсоветском нашем пространстве можно и вручную перемирить, потому что людей много, все хотят быть занятыми, и все работают, могут лопатиться нами днями. Но, в принципе, в цивилизованных странах это делают 3D сканеры уже на сегодняшний день. Производство уникальных изделий сложной формы, которые требуют множества измерений, несмотря на небольшое число объектов. Да, есть какие-то изделия, которые, в принципе, могут делаться уникальные, то есть они делаются каждое по своим чертежам, или делаются с незначительными изменениями, и не надо каких-то копить кучу контрольных приспособлений, а можно иметь 3D сканер. Контроль геометрических параметров электронных компонентов, подтвержденных риску повреждения статическим электричеством. Да, ребята, есть такие детали, которые, в принципе, настолько, так сказать, нежны, что они могут быть повреждены статическим электричеством, которое может быть на щупе контрольно-измерительной машины. В данной технологии бесконтактно производится измерение, и таких повреждений статическим электричеством уже не будет. Обмер изделий из нетвердых материалов, деформирующихся при механическом контакте, а также изделий, отличающихся повышенной хрупкости. Но тут все понятно. Если машина щуп подходит, конечно, он не сильно касается, не сказать, что прямо щуп давит на детали, там происходит что-то сверхъестественное, но все же есть очень нежные детали, которые, в принципе, от одного прикосновения щупа она может сломаться, деформироваться или попросту треснуть. Повторные меры изделий, которые физически отсутствуют. В этом случае используются ранее созданные полные цифровые модели, параметры которых в любой момент можно получить еще раз. Вообще, вот это супер-мега-вещь. Особенно если вы изготавливаете шестеренки, вы можете отцифровать такую шестерню, провести 3D-сканирование, и не хранить у себя образец этой шестеренки в металле, то есть как эталонную деталь. А вы можете иметь эталонную 3D-модель. Это очень круто, ребята. И, в принципе, я думаю, что за этим наше будущее. А мы едем дальше. Кстати, если ты еще до сих пор не подписался, то рекомендую тебе сделать. И обрати внимание, что все ссылочки на мои соцсети тоже есть в описании. Переходи, будем дружить, подписывайся. Много интересного. Преимущества 3D-сканера перед обычной контрольно-измерительной машиной. Видите, какой агрегат. Тут имеется 3-4 камеры. Одна основная, вспомогательная. Они имеют различный диапазон. И видите, такой вот деталь, когда какие-то лопасти измеряются. Далее мы посмотрим, в принципе, что такое, какой результат измерения можно получить с помощью 3D-сканера. И какие преимущества. Отпадает необходимость выбора точки. Отсчета. Что мы имеем в виду? То есть, любая машина привязывается к какой-то поверхности и начинает измерять, допустим, все остальные. Истозубчатый венец к одному зубу относительно него меряет все остальные. Либо привязывается к какой-то поверхности и относительно этой поверхности измерять какие-то параметры. 3D-сканеру никакие привязки не нужны. Он меряет то, что есть по факту. И это отображает на экране. И далее вы это увидите. Облегчаются перпендикулярные и параллельные измерения. Естественно, если у вас есть какая-то перпендикулярность или необходимость сделать какое-то измерение параметра технического требования параллельности двух поверхностей, то, естественно, будет накладываться и погрешность самой измерительной машины. То есть она будет переходить от одной поверхности к другой. И от того, насколько точно она спозиционируется, будет зависеть качество измерения. Конечно, это сотые доли, может быть, даже микроны, но все-таки с помощью 3D-сканера это можно избежать. Повышенная точность всех измерений. Но тут, естественно, безусловно, на сегодняшний момент, наверное, это самая лучшая технология измерения деталей. Программное обеспечение обеспечит выявление любых геометрических отклонений, также раковин, трещин, коррозии и прочих дефектов. Это очень круто, когда вы можете, измеряя деталь, исключать такие параметры, как раковины и трещины. Поверьте мне, что трещины – это достаточно такой бич нашего машиностроения. И если после термообработки образуются трещины по вине, допустим, заготовительных цехов, да, есть какие-то отклонения в металле, они могут быть визуально не видны, но для деталей, если особенно работать под нагрузкой, то эта трещина приводит к неминуемому разрушению. И если выявить ее в процессе измерения, это очень круто. Существенно ускоряется процесс контроля. Безусловно, делается все достаточно быстро, красиво, и все результаты отражаются сразу же на экране. Вы видите то, что вы измеряете, и это впечатляет. Автоматизация измерений без присутствия человека. Ну и естественно, вы видели какие-то автоматические линии, где идут какие-то деталюхи, они автоматически измеряются. Возможно, это даже не деталюхи, какие-то элементы, да, каких-то узлов. И они проходят через 3D-сканер, и он проверяет, ну, хотя бы, на наличие трещин, там, коррозии, и прочих дефектов. Он запрограммирован, в нем загружена определенная модель, с которой сравнивается каждая деталь, которая попадает в диапазон измерения. Итак, давайте посмотрим результаты измерения. Да, вот на примере такой вот детальки. Видите, стоит 3D-сканер, он нацелен на деталь, и вот что получается уже на выходе. Вот эта деталь, как видите, она похожа, да? Все поверхности четко отображаются, они видны, есть специальное программное обеспечение, которое позволяет практически образмерить все, да, и вывести определенные размеры, но мы не будем вдаваться в эти тонкости. Если кто-то хочет, он может подробно изучить материалов. На сегодняшний день, в принципе, уже в интернете хватает. Вот такая оцифровка производится, но здесь смысл в чем? Вы видите, здесь есть зеленое, есть такие оранжевые, да, участки. Что, о чем это говорит? У вас берется какая-то эталонная деталь, и о том, что мы говорили, вы можете сделать какую-то 3D-модель, ее сохранить, она будет вся зелененькая, да, то есть это будет наша модель, точка отсчета идеальная, то есть деталь для нас. Потом сюда поставить вторую детальку, она будет вращаться на этой платформе, и здесь появится ее изображение, и вот этим красным и оранжевым цветом будут все отклонения от предыдущей, вашей эталонной детали. Ребята, это очень круто и очень удобно. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поделись с другом обязательно, и посоветуй мой канал, пусть тоже получает образование. Всем хорошего настроения, успехов в учебе и работе. Пока-пока.